По работе нашей секции, я бы хотела сделать несколько комментариев. Первое, это то, что сегодня мы все задаем вопросы поступающим. И хотелось бы, вы уже прошли заседание, хотелось бы, чтобы вы представлялись. Так как мы не знаем друг друга, это всероссийские съезды, мы сюда переехали впервые. И хотелось бы знать вообще, кто в этой аудитории. Я представитель комсомыска на Амуре, преподаватель педагогического вуза, кафедра физики. И часть, может быть, тех ученых, которые находятся в этой аудитории, мы используем их пособия. Мы работаем со студентами, я преподаю физическую методику. А лицом, может быть, здесь сидит этот человек. Мне очень приятно, что мы работаем и у теории и юридорики с книгами Натальи Сергеевны Горщева. И я ее увидела, живем. Вот, это и у Петони. Очень приятно. Говорят, сегодня прошлом дима Грачев. Вот, если бы вы знали лицо, то бы нашли бы и все. Да, Грачев. Мы все принесли, но уже. Это не Грачев, это помогут. Да, Путин. Путин у вас напишет, напомню, мне же Анна Викторовна. А вот у меня тоже напишет. Когда мне не проходитесь... Ну, мне иди, что вот так вот нет, но каждого мне надо... Не надо, не надо, не надо. Мы хотим уже, сейчас будет приятно. Так, ну, а теперь несколько комментариев. Первое, это по выступлению преподавателя Сикутского университета. Мне не то, что не понравилось, прекрасно, у всех были выступления. Но когда я задала вопрос к вопросам частной методики, я делала следующее. Каким образом мы работаем со студентами и готовим их на теории и методике, по тем фундаментальным исследованиям, по тем вопросам фундаментальной физики, но в рамках теории и методики. Ответа не последовало. В этом плане я так и не поняла. Может быть, мой вопрос не так понял. Не поняла преподаватель этого вопроса. А второе, что мы действительно были уже высказываны, что мы не поднимаем все проблемы, а вот мы, стариковые, вы представляете, вы здесь общаетесь, все вживые друг с другом, все ученые. И когда сказали, вот мы приглашаем ученых в СГУ, они читают лекции, нам как-то сложно пригласить вас туда, в том самой основе, когда надо столько проехать через всю страну, чтобы вы к нам прибыли и выслили. Мы очень рады, что к нам приезжал Попадеево, Касьянов приезжал. Мы были очень рады общению с этими учеными. Но больше, так сказать, не вы и не все остальные к нам не едут. Поэтому мы своими силами работаем. Я завтра к своему выступлению буду говорить, каким образом мы находимся, и мы выходим из этого положения. Проблемы, во-первых, подготовки педагогических праздников учителей действительно высшего класса учителей, творческих учителей. Каким образом? А вторая проблема, я не знаю, Наталья Сергеевна сидит, это действительно ведущий в педагогические нашей страны. Таким образом, они будут положения, когда всего ничего низерства данных на теорию педагогического обучения, подготовка учителей, когда сегодня действительно современные информационные технологии, и приходится на теорию педагогических праздников заниматься этим. Я завтра покажу, как уходим из этого положения. Проблема набора педагогических кадров. Я хотела здесь услышать, как здесь вы, в Москве, потому что мы там на Пеликюрии, в проблемах убирают наборы, а делают престижно лучшие физмат-образования или какие-то супер-специальности. Но мы убираем педагогическое образование. Студе, у этих выпускников мало, и нам надо как-то набрать, и мы их заинтересовываем чем-то другие. Но не в педагогразованию. А учителей, это 70%, это учителя с уже большим стажем, которые, я не буду говорить выработать, но которые надо заменять молодыми специалистами, творческими людьми, которые подготовлены не получают. Вот эти проблемы хотелось бы здесь. Ехали на Всероссийский съезд, чтобы услышать это. И сразу же, чтобы там не говорить, вот здесь, хотелось сказать, что сегодня на Пенатом заседании мы думали услышать побольше людей из Министерства образования и науки. Мы хотели услышать преподавателей, профессоров педагогических университетов, как груза. Прекрасный доклад, я сегодня хотела бы не смогла сбросить, был прекрасный, прекрасный доклад по лазеру. Очень сильный доклад. Но он был не для пленарного заседания. Понимаете? Это не пленарное заседание. Там должны обозначиться все те проблемы, которые мы приехали со всей страны решать на нас. Вот что хотелось сказать. Огромное спасибо, что... Что вы думаете, что проблема была у вас, ребята? Что вы теракали, и я бы здесь просто... Ну, вы понимаете, мы считаем, что вам здесь проще. Вы здесь... Затем, если вам проще. Можно сказать, что проблема... Все. Спасибо, Владимир, что в сессии много. В разных сессиях будут подняты разные проблемы. Да, пожалуйста, вы хотели. Ну, пожалуйста, прошу прощения. Я вот сейчас, Александр Ильич, мы переговорим, потом вот его... То есть, приезжайте, а то сейчас... Да, прошу прощения. Попозже, Владимир Александрович. Доцент физического пути. А, второго учебника. Ну, в алкогиле учебник, который всем интересен. Вот видишь, что претензии были, они смогут. А, на лицо, отреките, что похожи. Похожи. Один из тех, кого хотите. С тем, хотим, кто. Я вам не рада, что я сейчас. Я понимаю. Когда Виталий Михайлович рассказывал, а не доставки, а то... Ну, что не просматривается учебник. Что такое термодинамические системы? В частности, вопрос о том, что эта система принципиально содержащая ограниченное число, хотя не очень большое, но принципиально ограниченное число частиц. О существовании трех начал термодинамики, в частности, утверждения о недостяжимости абсолютно полноля. он, сейчас я уточню, он говорит, что он имеет в виду широко, что не значит. Тех учебников, которые вы получили, получили, вы уже восьмом, десятком, третий вопрос, просу. Вопрос, какой-то учебник хотел. Очень рекомендую, учебник. Спасибо. Спасибо. Еще кто хотел вас? Легкое выступление. Все, да? Все, все, ясно? Все, тогда... Субтитры сделал DimaTorzok